привет удачного стрима спасибо подскажи плиз что купить для комфортного фарма леву из 6 или t34 или этот дракон не хуже я люблю лт но лучше получается на ттб ну если лучше получается на ттб спасибо за донатик то наверное ну смотри если играешь плохо бери со 6 если играешь хорошо бери льва если играешь средненько то бери t34 вот так вот итак мы посмотрели советы от мудрого товарища тортик team канал на ютюбе все моего зовут и совет его очень интересный но вопрос только остается большой в том кто же хороший игрок кто средненький а кто плохой я свое мнение выскажу что игроки скажем процентов до 45 пп процент побед игроки не очень мягко говоря но тут есть вопросы если у него 30 тысяч боев он играет пьяненький частенько сливаясь и без доната совершенно без премиум аккаунта скорее всего прокачивая какие-то стоковые танки он запросто может скатиться в такую статку запросто ну скажем 43 42 но это вообще игроки которые лучше бы никуда не уезжали средства скорее всего только мешают чаще всего так сейчас правда уже стали появляться игроки 39 процентов многие блоггеры ведущие по вертов там гриц считает что это анти двинки хотя они все-таки пытаются куда-то ехать просто не попадают никуда руки трясутся или устройство не позволяют играть не знаю очень много в каждых последнее время появилось но и хорошие игроки процентов 47 48 которые уже что-то приносят команде хотя бы отвлекают или один там фраг выстрела 3 4 5 сделают за игру уже что-то приносит в копилку команды ну и игроки которые реально тащат это процентов скажем от 55 бывают процентов 60 отличается до 70 видел людей чтенько процентов 60 песочными нагибаторы скажем на восьмом были были могут куда меньше настрелять чем 50 процентные игроки то есть очень размыто и расплывчато это все остатка может быть набита взводим в обзводе с каким-то скиловым игроком а в соло он может играть совсем не очень очень аккуратно с третьего с третьей линии постреливают и домах наносит микроскопически но их сразу видно по статистике ну вот как то так ну мне конечно стало интересно среди с чем такое распределение что же все таки мне брать очень голову ломаю не знаю что из этих трех танков мне предпочесть вот эти три красавца и чем же они отличаются сейчас я вам немножко расскажу дело в том что они на самом деле очень очень разные по дпм это по количеству урона насть наносимого в минуту здесь лёва выигрывает у него 200 2300 у иса немножко в этой таблице сейчас здесь неправильно уже у него в принципе тоже с скоростильностью которая здесь реально должна бы присутствовать будет дпм тоже в районе по 2300 и самый слабый здесь т-34 но есть одно большое но когда вы стреляете в танк через треть карты или пол карты просто в корпус чтобы не использовать голдовые боеприпасы вам нужно хорошее пробитие да и вообще чтобы в бою было легче не выцеливать и долго не сводиться вам нужно хорошее пробитие против тяжелых танков врага и такое пробитие отсутствует как понятия совсем у из 6 придется заряжать голдовые боеприпасы что очень сильно скажется на фарме у него пробитие всего лишь сто семьдесят пять при том что у т-34 пробитие на 248 и пробитие у лёва 234 хотя вот здесь таблица 221 пробитие у иса 6 а в самой игре мы видим все таки цифру совсем другую сто семьдесят пять мы видимо таблица это пока не исправлена вот что еще по броне также удивительные вещи мы наблюдаем броня корпуса у них вся лобовая крутится от сотни 120 у лёвы максимально большая но броня башни у т-34 почти 280 миллиметров это очень круто у иса 6 150 башня кстати и по бортам тоже что огромный плюс и самая картонная башня у лёвы 120 и борта всего лишь 80 то есть лёва среди них самый слабо защищенный получается и он же по моему самый медленный хотя скорость по ттх у них 35 35 35 15 назад но лёва здесь во первых самый больной высокий по профилю хотя т-34 еще бы поспорил но у т-34 башня извините меня как кирпич спереди из фронтов менее пробиваемая чем у лёвы вот увн и 10 у иса плохо все 6 у лёвы среднее между ними 8 тоже очень важный параметр когда стреляете от горочки от пригорка довольно безопасно можно выкатываться будет на т-34 имея такие увн и шикарный башня такую чугунную да я так думаю что лично моё мнение т-34 отличный танк для танкования то есть для тех кто на малоподвижной технике умеет играть от зданий от горочек и он больше будет прощать ошибок чем из 6 но из 6 есть говорят экраны есть черте читерская вертуха и читерская броня совковая которая не пробивается даже в серые очень часто может быть поэтому считается что он для новичков больше подходит что забыл упомянуть ну вот средний процент побед на этих трех танках из 6 здесь лидирует и по среднему урону лёва лидирует ну кстати степень доходности у них также совсем разные 170 180 и 190 у лёвы посредине из 6 со 180 и т-34 со 170 в хвосте однако у него пробитие максимальное а это дает больший фарм меньше колдозависимость и возможно короче выбор очень очень не просто этот позволяет больше настреливать урона больше выживать в бою с такой башни такой бронированностью но меньше доходность которая опять же этими факторами скорее всего сравняется но говорят на лёве все-таки выводит побольше денег но тут нужны руки более прямые вот что-то из и со 6 хотел брать но как-то как-то я начинаю передумывать сомнения мне очень сильные берут не знаю так наверное не куплю ничего вот дракона купил тайп 62 на этом пожалуй остановлюсь пока очень хотелось бы ваше мнение услышать поделитесь на чем фармите вы может быть кто-то уже сравнивал все эти три танка имеет в ангаре и четко знает на чем лучше я пока такого вывода сделать не могу подскажите буду очень рад любым мнением всем спасибо заранее пока